Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и вы меня уже давно просите почти что в каждом видосе рассказать, показать, что с моими муравьями, как и чем они живут. Поэтому я собрался с силами и запилил сей видос, друзья. На данных кадрах вы видите самовольное переселение муравьев и расплода из места увлажнения, то есть места постоянных и дислокаций гипсовой пластины, которая постоянно увлажнена, в дополнительный резервуар для увлажнения, резиновый поршень от шприца. Естественно, впоследствии они все это дело обратно перенесут, но сам факт кочевничества меня немного позабавил, в какой-то степени удивил. Итак, у меня было три колонии лазиусов-нигеров, на данный момент осталась одна колония лазиусов-нигеров. Ё-моё, мы с вами их и сушили, естественно, не специально, и топили, естественно, тоже не специально. Мы с вами пытались найти с ними общий пищевой язык, найти вот эту вот пищевую связь. Соответственно, пока пристреливались, пока приноравливались, осталась одна колония. Итак, первый у нас был формикарий-инкубатор прямоугольный. Там рабочие муравьи прогрызли гипсовую пластину и переселились сами вместе с расплодом в камеру для увлажнения. Я долго ждал, пока они разгрызут гипс до такого размера, когда матка может туда пролезть, но вы знаете что? Они этого не сделали. И в итоге матка кочевала, там скиталась в основной камере, после чего просто взяла и сгинула. Это было для меня шоком, это меня поразило, потому что до этого момента я считал, там где матка, там и расплод, там и рабочие. Оказалось, не всё так просто. Дальше, следующая колония у нас жила в модульном формикарии с автономной системой увлажнения. Формикарий сам по себе крутой, потому что там нет гипса, там чисто, довольно-таки удобно всё это дело происходит. Я его считаю самым удачным, самым удобным для пользования из всех формикариев, которые я делал. Там мы пытались наладить пищевой контакт с муравьями и много из них полегло. Все, кроме одного, рабочего и матки. Рабочий весь расплод, который матка кидала возле увлажнительного нашего отсека, рабочий уносил весь расплод на свалку, где он просто ссыхался. В итоге ссохся сам рабочий и осталась матка, которая начала нормально нести расплод вместо увлажнения. И в итоге она тоже сгинула. Соответственно, из первого формикария инкубатора прямоугольного я по одному, по два муравья рабочих подселял в круглый формикарий, да? Расплод тоже я весь туда перенёс. И вот он у меня сейчас остался. Осталась там и колония. Вот. Что из этого следует сказать, подытожить, так сказать? Во-первых, с муравьями я не собираюсь разрывать какие-то связи, друзья. Я не собираюсь их забрасывать, я не собираюсь с ними прощаться. Почему? Потому что мне они нравятся. Другой вопрос, что сейчас холодно и не найти в свободном доступе муравьёв каких-либо. Соответственно, все эти видосы, они немножко размазываются до тёплых деньков. Вот. Но в любом случае это всё будет. Я уже нашёл человека, с которым наладил взаимосвязь, контакт наладил и понимание. Поэтому будут новые колонии, будут новые конфигурации в моём воплощении формикариев. Я думаю, они вам понравятся. И знаете что? Я даже нашёл колонию за... Ну как колонию? 20 штук зоофобосов. И то одного я уже скормил по укану своему. Вот таким образом, друзья, так поживают мои муравьи. И огорчаться не стоит. Следует намотать весь этот опыт на ус. И этот ус хранить, друзья. Хранить и аккумулировать ещё усишки. На этом всё. С вами был Аквамен. Пока-пока, друзья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова